Водительские права сегодня – это жизненная необходимость. Этот документ дает право на свободу передвижения на автомобиле по всей стране. Но в последнее время эта возможность превращается в дорогое удовольствие. Цена во всем городе Улан-Удэ у всех единая. То есть мы дошли до того, что не меняют цены, все согласовали, все автошколы, и выставили одну единую цену – это в 40 тысяч рублей. Входит полный курс обучения, к своему все это и так далее. А единственное, не входит в эту стоимость – это медицинская справка водительская. Причины такого роста цен специалисты называют удорожание в несколько раз обслуживания автомобиля. Но это еще не все. На днях в России предложили увеличить практическую часть обучения в автошколах. С такой идеей выступили эксперты из Института исследования проблемы современной политики. В письме их главы говорится. Прошу вас рассмотреть возможность расширения обязательного минимума практических занятий в автошколах. Включение в него отработки навыков скоростного вождения на автомагистралях, управление в темное время суток на неосвещенных дорогах, в неблагоприятных погодных условиях, а также элементов контраварийного вождения. По его мнению, практический курс в автошколах имеет большое количество изъянов. Главной же проблемой обучения является нацеленность на сдачу экзамена, а не на приобретение навыков вождения. По оценкам экспертов, более 80% всех ДТП происходит по вине водителей, которые не смогли определить правильно дорожную ситуацию. Увеличение количества часов, по мнению авторов, увеличит безопасность на дорогах и сократит количество смертельных ДТП. Но с этим мнением не согласен наш эксперт. Страдает качество обучения прежде всего, а не то, что мы, допустим, меньше часов выдаем людям, и то, что мы их увеличим. Как надо просто менять саму вот эту программу. Мы ездим, точнее прописан один учебный маршрут. Люди поэтому, допустим, по маршруту по одному накатали, выезжают за пределы этого маршрута и не могут ездить. И прежде всего страдает качество обучения. Поэтому и ДТП очень много происходит. Это подтверждает и статистика ГИБДД по Бурятии. В госавтоинспекции МВД при Республике Бурятия проведен анализ ДТП с участием молодых водителей. Стаж вождения менее двух лет. В первом полугодии начинающие водители стали участниками 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. При этом в 18 случаях установлена их вина. В результате данных происшествий три человека погибли и ранены 25 участников. Чаще всего молодые водители неправильно оставляют авто на проезжей части, также нарушают скоростной режим, выезжают на полосу встречного движения и не соблюдают очередность проезда. По словам преподавателя автошколы, такие ситуации возникают по одной причине. Ездят в основном все практически автошколы только по одному учебному кругу. Потому что, во-первых, запрещено ездить куда-то, как правилами прописано. И из-за этого очень большая численность ДТП. При увеличении практических часов, соответственно, возрастает и цена за обучение. На вопрос, поможет ли будущему водителю это на дороге, покажет время. Базар Юшеев, Евгений Павлов, Жаргал Цариндашеев. Новости дня.